Черные дыры начали наблюдаться в 70-х годах прошлого века, когда был запущен европейский спутник Ухуру. С тех пор на эту тему было написано немало научных статей и других работ. Ведущий научный сотрудник OpenLab рентгеновская астрономия Сергей Фабрика занимается исследованиями аккреционных дисков. Это дискообразное состояние газа, которое оседает на черных дырах. Его лекция для студентов КФУ кому-то показалась сложной, особенно первокурсникам. Однако это основа астрофизики очень важна для дальнейшего развития науки. После того, как появились первые космические трескопы, рентгеновские обсерватории, мы увидели все богатство рентгеновского неба. Оно выглядит совершенно не так, как звездочки, которые мы видим на темном небе. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюс.